МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот, начну, наверное, с такой новости, которая пришла буквально на прошлой неделе. Мы об этом рассказывали, но хотелось немножко там узнать подробности, так как это не совсем понятно. Мы стали участником город Лабыт-Нанги федерального проекта «Моя дорога» среди всего лишь 11 городов страны. Вообще, чем это грозит городу Лабыт-Нанги в хорошем смысле этого слова? Добрый день. Что касается нового проекта, то для города Лабыт-Нанги, я думаю, это определенный вызов. Очень интересный проект. Буквально на прошлой неделе мы принимали участие с главой города в совещании, в таком предварительном по работе в рамках этого проекта. Приезжали у нас в правительство автономного округа представители Росдор-НИИ, института. И где мы, так сказать, узнавали, что это за проект, суть проекта. Потому что в прошлом году, когда мы принимали участие, очень много жителей голосовало в целом за город, за какие-то участки. И тем самым мы набрали, так сказать, определенное количество голосов. И федеральный центр, увидев активность нашего населения, признал нас победителями из, подчеркну, 79 муниципальных образований. 11 победителей, в том числе город Лабыт-Нанги. Вообще удивительно. Лабыт-Нанги, Сочи, Нижний Новгород. Я думаю, обсудив, так сказать, на первом рабочем совещании проект, я думаю, у каждого города своя специфика. Наш город относится к северному региону. И, соответственно, применение каких-то новых технологий в данной сфере, это положительный опыт, я думаю, в целом для субъекта, не только для города Лабыт-Нанги. Сам проект такие задачи ставит. Очень важно в рамках данного проекта делать работу совместно с населением, проектировать совместно с населением, определять этот участок. Может, это будет один, может, это будет два участка автомобильной дороги. Ну и наполнение, в том числе автобусными остановками, умными светофорами, Wi-Fi-зонами и так далее, умными парковками. Вот, все это мы будем делать вместе. И буквально скоро мы начнем уже отбор участков дороги для данного проекта. И, я думаю, у нас все получится. Мы в начале пути. То есть это что-то Лабыт-Нанги сделал один шаг к званию города будущего, да? Первый. Первый шаг. Вообще, прошлый 2020 год был губернатором и объявлен годом дорог. В нашем городе масштабы такие внушительные были. Протяженность ремонта 15 километров. Ну, две реконструкции завершили. Ну и начали две других. Как вы оцените, как в городе Лабыт-Нанги прошел год дорог? Ну и какой задел создали вот на этот, на следующий 2021? Да, действительно, цифры по прошлому году у нас для города большие, внушительные. 15 километров дорог было отремонтировано. Виды работ были разные. Направления, реконструкция дорог, как вы сказали уже. У нас две дороги, оговорку сделаю, практически завершены 99, наверное, процентов работами. Это улица Обская, одна из протяженных улиц города, порядка трех километров. Это второй этап улицы Советской со сквером, который буквально в декабре был украшен дополнительно еще световыми фигурами. Также у нас проводились работы по капитальному ремонту улиц. Улица Советская тоже в продолжении участок после вокзала, да, центральный был отремонтирован. Улица Дзержинского, вблизи нового участка, новой благоустроенной территории, островок. Думаю, чуть позже мы о городской среде еще отдельно остановимся. Были отремонтированы у нас три мостовых сооружения, что тоже, я считаю, очень важно. Ну и текущий ремонт, который традиционно в городе выполняется, тоже достаточно много было участков отремонтировано. В части обской и советской сегодня мы говорим о том, что работы завершены практически на 100%. Есть моменты, которые с учетом пандемии, с которой столкнулись не только мы, строительный комплекс почувствовал на себе с учетом планов работы, привлечения извне рабочей силы. В любом случае мы столкнулись здесь с проблемой. Мы, несмотря на все сложности, максимально все работы сделали, но есть то, что нужно будет доделать. Мы сегодня какие-то работы, которые возможны у нас с учетом климатических особенностей выполнять в зиму, это делаем. Но завершение 100% работ мы планируем сделать в 2021 году, летом текущего года. Они такие несущественные, но в целом ввод в эксплуатацию объектов будет в 2021 году. Ну и начали мы большие работы по реконструкции улицы Заполярная и Южная. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться в очередной раз к жителям города с просьбой войти в ситуацию, немножко потерпеть. Работу мы планируем завершить в сентябре 2021 года. Сейчас такие идут в зимний период работы по устройству дороги, в том числе летом перейдем к замене инженерных сетей. Потому что в рамках реконструкции мы делаем полный комплекс мероприятий, устройства нового освещения, новых тротуаров, возможно которых и не было ранее. Мы регулярно встречаемся и с предпринимательским сообществом в рамках реконструкции улиц города, в том числе по улице Заполярной. Встречались несколько раз в прошлом году с жителями. Немножко нужно нам потерпеть. В целом делается это все во благо. Ну и участок большой, порядка двух с половиной километров мы начали в прошлом году по улице Гагарина от Богатея до магазина Кристалл, до перекрестка с улицы Дзержинского. Вот эти работы мы также планируем завершить в 2021 году. То есть, подводя некое резюме, год дорог в городе Лабетнанге этим 20-м годом не закончился. У нас еще много работы. Сегодня планы на 2021 год уже определены. Ряд участков, ряд дорог уже имеют своих подрядчиков. По каким-то сегодня отбор подрядных организаций еще ведется. Время еще есть для подготовки, да? Когда активная фаза начнется? Как только растает снег? Подготовка, завоз материалов, приобретение начнется уже сегодня. По каким-то участкам мы уже понимаем, что подрядчики уже занимаются этой работой. Активная фаза у нас начнется с конца мая, начало июня. Еще хорошо поработали прошлым летом над обустройством общественных территорий, общественных зон отдыха Гагарина, Островок. Это была такая значимая работа для муниципалитета, такая объемная. Наверное, тоже были трудности? Что касается проекта комфортная, национального проекта комфортная городская среда, то данный проект для нас, в целом для города, для жителей не новый. Мы с 2017 года в этом проекте участвуем. В прошлом году у нас было обустроено 4 территории, названные пешеходная зона по улице Гагарина со сквером Рыба-Олень, Островок на улице Автострадная Дзержинского, тематическая площадка возле юбилейного «Вираж», и площадка, так сказать, автомобильная стоянка с умными розетками, которые в 2021 году мы сейчас вторым этапом дорабатываем, заказали программное обеспечение, которые будут у нас работать. Как говорится, город будущего начинается в том числе с умных розеток у нас. Четыре площадки у нас появились. Очень отрадно, что все работы, которые мы запланировали, и все работы, которые запланировали в эскизах жителей, какие-то новые малые архитектурные формы, детские игровые площадки, все они были реализованы, и отрадно видеть положительные отзывы о той работе, которая была проведена. Ведь много было скептиков. И расположено вроде возле заправки, и очень далеко на краю города, но, тем не менее, пользуются огромным спросом, насколько я знаю. Очень важно в данном проекте поэтапно проходить всю подготовку от выбора самой территории, наполнение ее, учет замечаний в рамках обсуждения тех либо иных дизайн-проектов. Когда ты на каждом этапе взаимодействуешь с населением, оттуда и результат. Что касается зон безопасности, можно так сказать, в районе автозаправки на улице Автострадной, то с уверенностью я могу сказать, что все зоны безопасности, необходимые нормативы, там у нас соответствуют нормативу. Всем требованиям. Всем требованиям. И мы сегодня видим, как эти площадки наполнены детским смехом, они постоянно наполнены какой-то интересной фотографией, можно так сказать. И опять повторюсь, положительные отзывы говорят сами за себя. Ну и что касается площадки по Гагарина, тоже считаю очень важно отметить. Мы за летний период смогли поменять все инженерные сети, которые идут вдоль улицы, находятся в сквере, рыба-олень возле почты. Вот смогли синхронизировать, и здесь спасибо и подрядному комплексу, спасибо и нашим ресурсоснабжающим организациям, которые командно отработали, и мы в сроки начала сентября, с учетом запуска систем жизнеобеспечения, начала отопительного сезона, все у нас получилось. Сегодня все работает, мы можем это наблюдать. Продолжая разговор безопасности, вот уже несколько лет подряд система «Безопасный город» у нас внедряется, как сейчас она работает. Вот я знаю, сейчас постоянно добавляются камеры наблюдения на всех городских улицах, и это вообще будет такая большая сеть. Что еще в себя включает? Что касается видеонаблюдения, то еще два года назад губернатор автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов дал поручение все объекты комфортной городской среды обеспечить видеонаблюдением. На территории города, в соответствии с этим поручением, выстроена работа. Все объекты у нас находятся под присмотром. В ЕДДС города выведено видеонаблюдение. 24 часа мы получаем с объектов картинку, которая применяется в случае каких-либо правонарушений, ну и соответственно уже реагирование на эти правонарушения. Это мы говорим про объекты комфортной городской среды, общественной территории. Но в прошлом году, в конце года, также в рамках поручения по развитию видеонаблюдения на территории субъекта, Лабытнанги попал в пилот. И в рамках государственного контракта у нас установлено дополнительно 66 камер, которые включают в себя перекрестки, оживленные въезды, выезды в город. Также общественные места, ряд дворовых территорий. И также у нас сигнал выходит в единую диспетчерскую службу. И буквально в ближайшее время параллельно будет еще выходить в ОМВД города. В целом, я уверен, данная система, сегодня она уже работает, часть видеокамер работает в тестовом режиме, но я уверен, плоды, часть снижения, в том числе правонарушений на территории города, это принесет. Давайте перейдем к другой теме, очень важной для горожан, вообще, наверное, это ваша одна из главных забот, это жилье. Вот в прошлом году завершено формирование программы жилищного строительства. Давайте об этом поговорим, обо всем, что связано. Город Лабытнанги пока еще в большинстве деревянный. Что делать? Какая работа ведется в этом направлении? Программа жилищного строительства на территории города еще два года назад, напомню, содержала 36 тысяч квадратных метров в части строительства. Это планы были по строительству, да? Да, и в рамках визита на территорию города Лабытнанги Дмитрий Андреевич Артюхов принял решение с учетом нашей проблематики. Мы все ее знаем, у нас самый большой процент деревянного жилфонда, в том числе самый большой по износу, по аварийности на территории субъекта. Там дополнительно была увеличена задача по строительству не 36 тысяч, а 136. То есть дополнительно было увеличено на 100 тысяч квадратных метров. Соответственно, стояли задачи перед городом, они сегодня также стоят. Нужно было определить территории под строительство, определить развитие инженерной коммуникации с учетом перспективы, потому что программа 136 тысяч, она не заканчивается у нас. У города дальше есть задачи по развитию, по расселению деревянного аварийного жилфонда. Территории данные были определены, переданы фонду жилищного строительства для реализации. Сегодня идет на каких-то территориях уже отобраны подрядчики, застройщики, которые кто-то сегодня уже ушел на проектирование, кто-то сегодня планирует это сделать с учетом договорных обязательств с фондом. Где-то на площадках еще застройщики не отобраны, но в первом квартале это будет сделано этого года. В целом в программу у нас вошел весь аварийный жилфонд, который признан таковым и на 1 января 2017 года, в соответствии с указом президента, и уже который признан после 1 января 2017 года. И дополнительно включены дома, которые с износом более 70%, которые мы понимаем, что будут признаны буквально в ближайшие годы. Что касается планы, это задачи, которые мы должны решить в эту пятилетку до 2025 года. И я уверен, что они решаемы. Сегодня параллельно мы ведем проектирование, отбор подрядных организаций уже на строительство инженерных сетей. По каждой территории определены технические условия, отработаны с ресурсоснабжающими организациями. То есть здесь за эти два года проделана очень большая работа, так сказать, подготовлен весь фундамент. Сегодня мы начинаем его реализовывать. Но что касается стройки активной, то у нас сегодня 4 многоквартирных дома находятся в активной стадии строительства. По улице Первомайской, два четырехэтажных дома и два семиэтажных дома. Сроки ввода в эксплуатацию домов у нас запланированы на конец 2021 года, начало 2022. Надеемся, что никаких форс-мажоров в виде пандемии и еще каких-либо ситуаций у нас не будет. И с этой задачей мы совместно со строителями справимся. Буквально на днях были журналисты на стройке семиэтажек. Я понимаю, конечно, что вы очень осторожничаете, в отличие от журналистов, которые восторженно следили за темпами строительства. Очень хорошие. Конечно, не хочется спугнуть. Мало ли какие форс-мажоры возникнут, которые нельзя предусмотреть. Но, тем не менее, подрядчик промстройсервиса, если не ошибаюсь, очень хорошие темпы взял. Проект стройсервис у нас строит два семиэтажных дома. Темпы очень хорошие. Мы в рамках рабочей группы, которая создана под председательством главы города Марины Руны Тресковой, буквально на этой неделе соберемся на строительной площадке для того, чтобы приглашаем вас принять участие. Для того, чтобы сверить, как говорится, часы, понять, какие есть проблемы, какие, возможно, возникнут в этом году, в соответствии с графиком производства работ, планируется уже начало благоустроительных работ во дворе. То есть темпы там действительно хорошие. Где-то будем осторожничать. Конечно, хочется гнать и гнать, и строить быстрее, и быстрее переселять. Но что я хотел бы отметить, не только строительством мы можем сегодня решать проблему переселения из аварийного жилищного фонда. Помимо строительства переселения в новое жилье, мы сегодня реализуем также параллельно программы по переселению граждан из районов Крайнего Севера. Заявочная кампания у нас в этом году уже объявлена, несмотря на действия ограничений, определенных, связанных с ковидом. Управление жилищной политики ведет прием. То есть можно ежедневно подходить и получить какие-то консультации, и подавать документы, участвовать в этих мероприятиях. Мы сейчас говорим про аварийный жилфонд, ну и в том числе про все программы, которые у нас в сфере жилищной политики действуют. И что касается переселения, мы программы проговорили. Дополнительно еще есть мероприятия, там где собственникам положена выкупная стоимость за их жилое помещение. В прошлом году у нас достаточно активно люди данным мероприятием пользовались. В этом году эта работа будет продолжена. Задача, как минимум, в этом году не смотрим мы на строительство домов. Мы параллельно реализуем те программы, о которых я сказал, задачи 4000 квадратных метров нам расселить. То есть будет ввод жилья, будет еще больше. То есть это еще лучше для наших жителей. Еще о перспективных планов. Каким образом разработана система будущей застройки? Это пустыри, которые образовались после сноса, или как распределяются районы, где строить? Это какая-то точечная или систематическая какая-то застройка будет? Если вернуться немножко назад, я уже говорил о том, что в соответствии с планами по строительству 136 тысяч жилья в городе были определены территории. Их у нас 8. То есть руководствовались возможностью подключения к сетям, наличию рядом объектов, в том числе социальных. Ну и задачей, которую мы себе ставим, создание компактного города. Все у нас территории, можно сказать, в центре города. И что касается этажности, то все зависит от грунтов. Нету задачи гнать город ввысь. Где-то предусмотрены 7-этажные дома, где-то 5-этажные, где-то 4-этажные. То есть выше 7 этажей у нас сегодня планов нет по строительству. Ну и что касается архитектуры, то территория каждая, я думаю, будет особенная. Градостроительный совет города, каждую территорию будет отдельно рассматривать. То есть город у нас будет совершенно разный, не однобокий, не будет похож на какие-то другие территории? Мы будем придерживаться той концепции, которую в 2017 году разработали с помощью института ГРАД. И он будет теплым однозначно. И будем нашему лозунгу, да? Город, где делится теплом. Ну что ж, спасибо большое, Сергей Сергеевич. На этой теплой ноте я и предлагаю закончить сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что ответили на эти вопросы. Конечно, остаются еще и другие. Но мы с вами встретимся, еще, думаю, не раз поговорим. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что посмотреть программу «Тема» вы всегда можете и в интернете. На нашем сайте по адресу lbtdfistv.ru мы дублируем все выпуски. А быть в курсе событий можно, подписавшись на наши группы во всех популярных социальных сетях. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. И до встречи в эфире Лабутнанского телевидения. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»